приветствую вас дорогие зрители перед просмотром хотелось бы попросить вас оценить ролик и подписаться на канал ведь мы стараемся только для вас приятного просмотра решающая военная победа украины над россией в результате которой украина вернет себе всю территорию захваченную россии с 2014 года не является реальной целью говорится в редакционной статье the new york times издание пишет что хотя планирование и боевые действия россии были на удивление небрежными страна агрессор остается слишком сильной а диктатор владимир путин вложил слишком много личного престижа во вторжение чтобы отступить россия какой бы потрепанной и неумелой она не была по-прежнему способна причинить украине неисчислимые разрушения и по-прежнему является ядерной сверхдержавой с обиженным непостоянным деспотом который не проявляет особой склонности к урегулированию путем переговоров говорится в материале в статье сказано что в конце концов именно украинцы должны принимать трудные решения они воюют умирают и теряют свои дома в результате российской агрессии и именно они должны решать как может выглядеть окончание войны сказано в материале в статье говорится что если конфликт действительно приведет к реальным переговорам украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения которых потребует любой компромисс соединенные штаты и нато продемонстрировали что они будут поддерживать украинскую борьбу достаточной огневой мощью и другими средствами и как бы не закончились боевые действия сша и их союзники должны быть готовы помочь украине восстановить сказано в статье new york times пишет что поскольку война продолжается байден должен ясно дать понять зеленскому и его людям что существует предел насколько далеко сша и нато будут противостоять россии а также пределы оружия денег и политической поддержки которые они могут мобилизовать крайне важно чтобы решение украинского правительства основывались на реалистичные оценки его средств и того сколько еще разрушений украина может выдержать столкновение с этой реальностью может быть болезненным но это не умиротворение это то что правительство обязаны делать они гнаться за иллюзорной победой сказано в статье в материале говорится что россия еще долгие годы будет страдать от изоляции и изнурительных экономических санкций а путин войдет в историю как мясник теперь задача состоит в том чтобы избавиться от эйфории прекратить насмешки и сосредоточиться на определении и выполнение миссии сказано в статье если вам понравилось видео не забудьте подписаться на канал и поставить лайк спасибо за просмотр и